Нестор Кукольник Известный поэт и драматург. Его драма «Рука Всевышнего Отечества спасла», поставленная в театре в 1834 году, принесла ему монаршее благоволение, знаком которого послужил подаренный Николаем I драгоценный перстень. При этом он служил чиновником второго отделения императорской канцелярии. С 1836 года он начал издавать художественную газету, но для портрета это все не важно. Важно то, что здесь он предстает как любимый персонаж романтиков, отмеченный печатью странности, неординарности, чей образ не совпадает с бытующими в обществе сословными амплуа, словно отстраняющие от себя назойливую прозу жизни. На портрете Кукольнику 27 лет он уже известный поэт и драматург. Он, Михаил Глинка и Брюлов составляли в это время довольно заметную среде артистической богеометриума веранта. Вот описание внешности Кукольника, сделанное Авдотьей Панаевой. Наружность Кукольника была замечательно неуклюжа. Он был очень высокого роста, с узкими плечами и держал голову нагнувшей. Лицо у него было длинное, узкое, с крупными неправильными чертами. Глаза маленькие, с насупленными бровями, уши огромные, тем более бросавшиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту. Эта внешность давала пищу для карикатур, которые, кстати, и производились как самим Брюловым, так и другими художниками, когда делались зарисовки кукольниковской братьи, заседатая в вечеровом доме кукольника. Но Брюлов не то, чтобы идеализирует внешность кукольника, а эстетизирует его характерные черты. Он видит то, что отмечала Панаева, но избегает бытового прозаизма. Уши прикрыты волосами, глаза явно сделаны крупнее, манера держать голову нагнувшей длинота, фигуры превратились у Брюлова в выразительный силуэт. Модель представлена так, как будто это картина, в которой предугадывается некий сюжет. Трость, на которую опирается изображенный, воспринимается как посох странника, который вдруг увидел себя заблудившимся, в незнакомом месте и утомившись присел, снял шляпу за потевшего лба. Мотив прогулки, разрабатывавшейся Брюловым в его итальянских портретах, астраломный использован здесь для сгущения романтической атмосферы странного места. Разумеется, кукольник позировал в мастерской, а весь этот странный фон, создан воображением художника. Какая-то облупившаяся стена, какой-то берег, будто бы море, небо, затянутое тучами. Таинственность, недоговоренность, неопределенность – все это набор характерных признаков романтической поэтики. Общий тон картины темный, но ярко освещенное бледное лицо, здесь можно употребить выражение «интересная бледность». Напряженный взгляд как будто бы в сторону, но и чуть мимо зрителя, создающий впечатление невидящего взгляда, когда человек полностью погружен в свои мысли, и при том какое-то лукавство в взгляде, что слегка отдает двусмысленностью, как если бы это был розыгрыш, домашняя шарада на романтическую тему. Продолжение следует...